Телерадиоканал Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Вообще надо сказать, что это самый массовый мультиспортивный фестиваль страны И там будут все От любителя до профессионала От вегана до заядлого мясоеда От начинающего стартапера до серьезного бизнесмена Хрупкие гимнастки, мощные бодибилдеры Ну в общем, тусовка Алина, ну вот для тех, кто Потому что в прошлом году мы об этом много рассказывали И много тоже представителей, да, разных людей приходили Для тех, кто вообще вот впервые слышит Так, вот в нескольких предложениях Что это вообще? Это очень крутое масштабное мероприятие В том числе Для обычного человека То есть некоторые услышат Об этом мероприятии, думают, что это как бы для качков Да, потому что СМПРО и думают Для профессиональных спортсменов и обычным людям Там делать не все Там очень много представлено И продукции, которая Для вот обычных людей А особенно вот именно в этом В этот раз будет направленность Там на эко, био, то есть На здоровый образ жизни Вот именно ЗОЖ То есть это не просто спорт Мы знаем, что спорт и ЗОЖ Это немножко разные вещи Да, профессионализм Иногда пересекаются Но это разные вещи А тут направленность на обычных людей На то, чтобы их приобщить К здоровому образу жизни Чтобы показать, что такое соревновательный дух Что такое сила воли, дисциплина Потому что даже вот обычный человек Когда приходит на какие-то соревнования Ему вот не обязательно становиться спортсменом Для того, чтобы вдохновиться Он смотрит на это все И у него появляется какой-то заряд И там очень много соревнований различных По различным видам спорта Ну вот мы открыли пресс-релиз Конечно, программа Ну, очень захватывающая Здесь действительно и конференции И фитнес-конвенции И соревнования, мастер-классы И будет даже карьерный центр Новая зона бьюти и лаунж Вот мне это очень нравится Мне кажется, это моя тема Я обязательно пойду А мне, знаешь, понравилось То, что сказала сейчас Арена Что там может прийти обычный человек И увлечься То есть, по крайней мере, все силы СНПро Вот направлены людей, которые там На то, чтобы вот обычных людей Увлечь, завлечь И приобщить к здоровому роду жизни Вот давай представим Влад Кутузов Зрелый мужчина В расцвете сил Не бодибилдер Давай откровенно говорить А у меня спина автоматически выпрямляется Но стремящийся Да, вот Стремящийся Вот скажи, пожалуйста Вечно стремящийся, я бы сказал Да-да-да-да Как будут приобщать такого человека Как этот мужчина Слушайте, а давайте вот мы Вот сейчас подвиснем на этом вопросе А ответ прозвучит после небольшого перерыва Это какой хитровый Хорошо? Давайте Как раз подумаем Да, послушаем песню Это будет Бьянка Песня Травой называется Ну так получилось Иногда бывает Ну да, а зелень Сейчас нужно обязательно Потреблять пищу Страна ФМ, друзья Доброе утро всем Доброе утро А наше утро продолжается 10 часов 12 минут на часах И у нас сегодня в гостях Среднестатистическому человеку У каждого стенда есть независимы Я буду с этого места узнать Позаниматься Одну из основных звездочек этого фестиваля Ты же еще и презентуешь новые книги, которые ты написала Да, верно Давай квастайся Как раз там я буду Презентация основная будет немножко раньше Но там можно будет купить И причем практически только там И у меня на сайте Потому что первые книги я решила сделать Первый тираж лимитированный То есть это, скажем так, для избранных И только потом я отдам уже изданию на массовость То есть как вот первая моя книга была Точно так же сделаю О чем твоя книга? Одна книга это фитнес-рецепты А другая книга, она для новичков Для тех, кто не знает вообще с чего, как начать Что делать надо Слушай, ну эти книги для Влада Не-не, для тебя фитнес-рецепты А для меня для новичков Ну я в принципе новичок Во всем практически Слушай, давай об этом, Марина, подробнее поговорим Тоже интересная тема про книги Про твои фитнес-советы Кутузов услышал слово рецепт и понеслась Да-да-да-да, конечно Давайте перерыв сделаем небольшой Прямо сейчас скоро к вам вернемся Друзья, доброе утро Влад, очень тебе приятно Находиться рядом с Ариной Скорумной Не волшебно приятно Потому что мы же еще продолжаем обсуждать Все вот это вот Мотивацию Мы же тебя мотивируем Не останавливаться никогда Ты же наша ролевая модель, можно сказать Напомню, друзья, если вы только что к нам присоединились Что это утро вместе с нами встречает Известный фитнес-эксперт, нутрицолог, писатель Телеведущая фитнес-мама Арина Скорумная И у Арины большое событие Грядет две книжки Вот-вот уже появятся у тебя дома на полке Не только у тебя, да? Они уже есть А, они уже есть, да? Как еще раз они называются? Первая книга фитнес-рецепты Вторая, ну, как есть, вторая На стадии верстки Верстка уже вся готова Обложка сейчас делается Поэтому название у меня рабочее пока только Неофициальная еще пока, да, версия? Да, еще неофициальная Неофициальное название Это с чего начать? Ну, скажи нам в двух словах Друзья, вот я сейчас предложу нашим слушателям Помогите Даже не конкурс, а вот сейчас просто проверим, да Смекалку и фантазию наших слушателей и телезрителей Напишите нам 8909-928-189-9 Как должна называться новая книга Арины Скорумной Посвященная новичкам в фитнесе Да, это важно Новички в фитнесе, пожалуйста Слушай, ну вот если всех секретов не раскрывать Понятно, что, да, смысл в этом нет Надо прочитать книгу, и тогда будет все понятно Да, да Но все равно в нескольких предложениях О чем в одной книге и в второй? Ну, первая вся посвящена Что такое фитнес-рецепты? Это рецепты, которые Вкусные рецепты, которые Можно использовать При похудении Поддержании своей формы А, это исключительно кулинарные дела всякие, да? То, что касается пищи Да, все, что касается пищи То есть там вот Все, что я попробовала У меня также есть моя команда Которая мне помогала Там, помощница моя Ты знаешь, о чем я думаю сейчас, Арин? Ведь столько уже, ну, сама понимаешь, да Написано книг на эту тему Фитнес-блюда Инстаграм-аккаунты, посвященные этому Неужели еще есть блюда, о которых никому не известно? Или есть другая и новая подача и формулировка старой информации? Наверное, ну, в первую очередь подача и формулировка А во-вторых, действительно есть Ну, просто Это какое-то нескончаемое, мне кажется Нескончаемое количество вариаций там и так далее То есть вид Просто вот я уверена, что у многих слушателей такая же проблема Если можно назвать, как у меня Например, когда я все-таки начинаю заниматься правильным питанием Мне кажется, на утро, да Ну, что это? Это яйца, творог, это крупа, это каша И все это, естественно, там обезжиренное, без масла, молока Все Не, на самом деле вариантов очень много Прямо это обычные продукты Некоторые думают, что там питаться правильно, это очень дорого Там надо обстров покупать или там еще что-то Думают, что правильное питание – это вот что-то такое изощренное Там ничего подобного Обычные продукты, из обычных продуктов, которые мы едим каждый день Можно создать очень полезные, здоровые, правильные блюда и вкусные И еще вот почему я решила эту книгу делать Потому что очень многие хотят именно мою подборку рецептов Ну, то есть, ориентируясь на меня, то есть, например, они там за мной следуют Подписываются на меня, читают меня На секундочку, у Арины миллион подписчиков в инстаграме, да Ариночка, смотри, по питанию, я же готовился, у меня же целый ворох вопросов Знаешь, эти темы давно уже все в сто миллионов раз на них отвечали, самые разные люди Я хочу, вот, пожалуйста, согласись на небольшой блиц Четыре вопроса у меня есть, да или нет, можешь даже не объяснять Потому что твое мнение очень важное для многих, я уверен Не есть после шести, да или нет? Нет Есть часто и по чуть-чуть, ну, вот это вот дробное питание по три часа, да, да или нет? Я не могу сказать, да или нет на этот вопрос Все, это тоже ответ принимается Убрать сахар и печеное, ну, вот, мучное вот эти все дела Да Да, однозначно И последний вопрос, интервальное питание сейчас в тренде, которое Интервальное, голодание Да, 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 да Нет, для здорового человека нет И пятый вопрос от меня, соль, да или нет? Да, конечно Да Может, и сахар тогда оставим? Очень хочется как-то Сахар, это уже совсем другое Это, как говорится, зашквар Друзья, давайте первых снова сделаем небольшой и скоро продолжим Телерадиоканал Страна ФМ А, ну, прошу вас, я уступлю вам место, или, пожалуйста, продолжайте А я с удовольствием представлю вам нашу гостью Арина Скоровная сегодня в студии телерадиоканала Страна ФМ Говорим о ЗОЖе, о ПП, о правильном образе жизни, ну, в общем ПП, это что такое, чтобы все понимали просто? ПП, правильное питание А-а-а Я исправилась, я помню нашему звукорежиссеру Николаю, не нравилось мое произношение данного, как бы, слова, но, видите, вот я... Я думаю, что Арина просто не в курсе, потому что Юля один раз сказал пи-пи Мы долго думали, о чем идет речь, чтобы понимать правильно просто Это, кажется, правильное питание Мы остановились на твоих книгах, которые вот уже готовы, и название, там, и обложка, и все С рецептами определимся, не определимся, а поделимся, вот как Мы же тебя не отпустим без рецепта для наших слушателей и наших телезрителей Вот что-нибудь самое любимое от Арины на скорую руку, бюджетно, классно и не калорийно? Ну, любимого много А что твое любимое? Что ты любишь сама есть больше всего? Я люблю булочки, пиццу, шучу, конечно И запить колы все Мне посмотрели Нет, я вообще, я люблю моносоставные продукты больше всего Я люблю просто обычные продукты Это просто курица, просто огурец, просто помидор, просто... Ну, то есть все самое простое Но из этих простых вещей можно сделать очень вкусные блюда Ну, например, из бюджетного, что каждому по карману будет Это фаршированный консервированным тунцом перец, например Вот, то есть такой вариант есть А как привычные нам перцы фаршированные Но там сделать... Ну, любую начинку, на самом деле, можно сделать А консервированный тунец входит в концепцию здорового образа жизни? Входит, смотря какой Просто надо смотреть всякие разные источники, проверки Как сейчас есть передачи, которые проверяют качество товара Ну, к сожалению, далеко не все производители добросовестны Ну, лучше, конечно, брать в собственном соку Не в масле Да, даже если это не тунец, ничего страшного, как говорится Даже если в банке другая рыба Хоть и написано тунец Хоть и написано тунец, а такое часто бывает В принципе, это не настолько страшно, то есть просто... Ну, килька-то, 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 килька, да? Килька? Неожиданно На французском Да, да, килька Это французская тема У меня вопрос, вот лично от меня Авокадо Это, да, сейчас, наверное, один из самых популярных продуктов в мире Сейчас это тренд Тренд, да, тренд без авокадо жизни, а не авокадо В какое время суток его есть нельзя? Нету такого времени Нету? Можно ли на ночь? Потому что вот у меня... Вот мне хочется всегда авокадо именно вот там часиков в 8 вечера в 9 Если хочется авокадо вечером, пожалуйста, это природный продукт Это же один жир Это не углевод В том-то и дело, что это не углевод, это жир, ничего страшного не произойдёт То есть у нас жиры не от жиров накапливаются, а больше гораздо от углеводов Поэтому, ну, многие, я знаю, что думают, что жир, жир, как бы это связано Чем более жирный там творог или ещё что-то я съем, тем более жирнее я буду Это миф На самом деле жиры, они помогают организму правильно функционировать И в том числе сжигать жир В твоём холодильнике можно какой творог найти? Обезжиренный или 9% жирности? Я люблю творог, поэтому... Но не обезжиренный то, если он там и будет, то это не будет обезжиренным Да что ж такое, никак не поймаешь Подождите, малой... Сейчас помаем, давай настраивайся на волну Ну, ловим Арину Скорумную, значит, смотри, молочные продукты можно в твоём холодильнике найти? Да Так, что это? Молоко и сыр Молоко сколько процентов? По-разному Ну... Ну, 2,5 в основном То есть не 0,5, не там, 1,5 Нет, это не обязательно А сыр, говорят же, это вот прям вообще поправка-поправка Почему же ж? Ну, не знаю Говорят, вот когда садишься на диету от сыра, прям отказывайся Нет, ну, не у всех, просто есть определённая категория людей Ну, кстати, я тоже в какой-то мере к ней отношусь Которые с употреблением молочных продуктов выглядят хуже, чем без То есть залитые, скажем так Отёчность появляется Да, отёчность Это действительно есть у многих, но не у всех Раз, а два Это можно вписать, то есть не надо на ночь есть И молоком напиваться Да А днём, пожалуйста Арина, скажи, пожалуйста, если мы вот уже в питание ушли сейчас окончательно Смотри, есть такое мнение, часто его произносят, кстати, вполне себе профессиональные люди В том числе врачи-диетологи, которые говорят Слушайте, вообще не парьтесь Мне вот эта фраза всегда убивает, честно говоря Они говорят, ваш организм сам подскажет, что вы хотите и когда хотите Ты про интуитивное питание, да? Слушайте, ну если мне, да, если мне в 10 часов вечера хочется жареного шашлыка И картохи Еще чем-то запить пенным, допустим Мне говорит, так мой организм Ну я прекрасно понимаю, но не будем уточнить Но я прекрасно понимаю, что это, конечно, не то, что человек должен есть в 10 часов вечера Может быть, и вообще употреблять Ну да, просто смотря как Есть вот эта правда на самом деле здесь? Есть та грань, когда ты можешь поймать вот то, что именно твой организм хочет, чтобы ты употреблял внутрь? Тут две стороны, как и во всем, наверное На две стороны Вообще, организм беременной женщины, например, четко знает, что ему надо Если это мятный карась, значит, точно нужен мятный карась Но на самом деле, не все, что мы хотим, нам надо То есть мы не можем понять, какие нам нужны элементы и витамины, в большей степени Микро-макро-нутриенты нам нужны Аминокислоты Ну да, а мы это не можем определить Мы же такие думаем, так, вот нам нужна курица, значит, мне нужна эта аминокислота, та, так, мне нужен этот витамин, тот Нет, мы хотим именно продукт, мы хотим именно то, что можно съесть Это организм просит, то есть, например, давайте представим Вот человек хочет шоколад, ему магния не хватает То есть, именно вот так вот это все работает Но человек же, который не разбирается в витаминах, там, минералах, он не знает, что где есть, как он поймет А если человек всегда хочет сладкого, чего ему не хватает? Ему не хватает рептофана Ему не хватает позитивных эмоций Любви Кстати, ну, эндорфины Ему нужна выработка эндорфинов, нужна выплеск Который, кстати, происходит во время физической активности То есть, если хочешь сладкого, иди в зал Гениально Слушай, я понял, если вдруг ты думаешь, что тебе не хватает каких-то аминокислот или ферментов Просто прекрати об этом думать Микромакронутриенты Давайте снова сделаем перерыв, друзья, и продолжим через несколько минут Кем же мне будет теперь Влад Кутузов после общения с нашей утренней гостьей Ариной Скоромной? Напомню, что у нас в студии известный фитнес-эксперт, нутрициолог, писатель-телеведущий Фитнес-мама, регалию у Арины масса И, в общем, мы сейчас дружно просвещаем и Кутузова, и меня, и всех-всех-всех И, оказывается, не все так страшно в здоровом образе жизни и в правильном питании, как кажется Вторая твоя книга посвящена новичкам от фитнеса Людям, которые никогда спортом не занимались Можешь ли ты сейчас дать какие-то советы, лайфхаки непосредственно из своей книги, с чего, как начать? Юль, прости, это история вторая книга, это уже не кулинарная история, это чисто спортивная, да? Там есть рецепты, но... Но в основном это физическая активность Нет, не только далеко, это вообще образ жизни Подход, да, новый? Да, это подход, потому что многие люди, они... Вот почему некоторые начали и продолжили, а некоторые начали и закончили Вот почему? Ну почему же некоторые? Можете показать у меня пальцем? Да ты уже можешь ткнуть у меня пальцем Потому что основной момент это то, что ты принимаешь как образ жизни Если человек это воспринимает, вот у меня очень много подопечных, я более 15 тысяч человек в форму привела посредством марафонов и там онлайн фитнес-тренировок всяких и личное в том числе сопровождение И очень много таких людей, которые... Ой, что-то я медленно худею, как бы ускорить процесс? А то я не могу больше так питаться То есть это уже человек, сразу ты понимаешь Я устала Я устала так питаться, я устала так тренироваться Побыстрее, можно я приведу себе форму и все? То есть человек думает, что вот он себе форму привел и все А на самом деле это история, которая навсегда? Да В идеальном варианте, правильно? На всю жизнь, но некоторые пугаются и думают, что это за история на всю жизнь Это что, мне надо есть брокколи и курицу всю оставшуюся жизнь? Конечно И пахать в зале? Ничего подобного? А в фастфуд ночью заехать на машине знаменитой? Это выбивается из здорового образа жизни Хотя иногда в качестве читмила, так называемого, обманный прием пищи такой для разгрузки психологической и физической Иногда такие вещи позволять всем можно Но не как у нас раньше было, вот поколение наших родителей, наверное, были разгрузочные дни То есть на протяжении недель питались плохо, а один день сидели там на яблоках Или на кефире Да, или на кефире Вот это неправильно, а устраивать себе иногда загрузочные дни, это гораздо правильнее Как часто читмил происходит у Арины? По-разному бывает, ну от одного до трех-четырех раз в месяц Месяц, да Ты понял, Влад? Ну это более-менее терпимо, мне кажется Да, конечно Три раза в месяц, это норма Это каждый выходной практически Это твои шашлычочки каждый выходной Каждый выходной получается Да, да, да Это хорошая идея, мне нравится Кстати, о шашлыках, вот сейчас лето, жара, поддерживаете ли вы, эксперты, профессионалы, вот такое питание? Я тоже ем шашлык Правда? Да А почему нет, а что в нем плохого? А кетчуп? Кетчуп нет А картошка запеченная? Шашлыку розень, тоже можно, в принципе, запеченную картошку, смотря как все это есть Если вы поливаете это слоем майонеза и кетчупа, то не отходит И, Арина, мне кажется, еще один важный вопрос, не как даже, ну и как тоже, сколько еще, да? Да, и сколько, конечно Порция у всех, она разная, естественно Это тоже важный вопрос в энергетическом деле Как ты мотивируешь людей, которые готовы закончить, которые устали, которые, ну вот они говорят, я больше не могу А вот никак не мотивирую, почему, сейчас объясню Нет, конечно, я мотивирую своим примером, я говорю, давай, соберись, ты можешь и так далее Но дело в том, что это никогда не работает, когда нет внутренней мотивации Если человеку что-то надо, я вот всегда сравниваю это с нуждой сходить в туалет Ну вот человеку надо, ну разве он скажет, ой, не сегодня Через год Я устал, через год, я больше не могу там Он, вот если ему приспичило, ну вот в пробке стоит Он горы свернет Он горы свернет, он просто где угодно это сделает, но лишь бы это сделать Слушай, хорошее сравнение, кстати Гениальная аналогия Абсолютно, да Слушайте, у нас осталось буквально 40 секунд Давайте напомним, что тебя и в числе других замечательных людей Мы сможем увидеть с 8 по 10 ноября на фестивале спорт и здоровый образ жизни СНПРО Который пройдет в Сокольниках Да, обязательно приходите ко мне, подходите ко мне Поговорим про здоровый образ жизни, сфоткаемся Поприседаем И возможно даже, да, поприседаем и даже, возможно, подарю какие-то подарочки О, вот это вот, вот это особенно приятно Возможно, даже не просто с уфачок, а видос, может быть Ну, маленький, как бы, приседаете или отжимаете Кутузов, я очень верю, что до 8 ноября ты станешь более спортивным Я постараюсь это сделать Арина, спасибо тебе огромное, приходи к нам, пожалуйста, еще Спасибо тебе большое, ты действительно мотивируешь очень искренне И как-то, знаешь, вот очень так вот ненавязчиво Действительно хочется пойти в спортивный зал Все, друзья, прощаемся с вами, до завтра, пока Пока Это телерадиоканал Странно, ФР Один на всю страну